Отделение патологии новорожденных недоношенных детей Национального центра охраны материнства и детства. В специальных кувесах и под пристальным контролем квалифицированных докторов здесь выхаживают малышей, чей вес обычно не достигает и одного килограмма. Каждый из этих грудничков по разным причинам появился на свет раньше положенного срока. Сегодня здесь таких малышей 30. Он родился 7 августа. На сегодняшний день ребенку ровно 40 дней. Родился он глубоко недоношенный. Причина рождения ребенка в ранний срок. Неблагоприятное состояние матери. Анемия, гемоглобин 79, частая угроза выкидыша, частые болезни, вирусные инфекции с повышением температуры, угроза от слоки плаценты. Поэтому с таким фоном ребенок родился в сроке гестации 25 недель с весом 620 грамм. В год только в этом отделении оказываются больше тысячи малышей. Из них около 400 недоношенные. Медицина, конечно, шагнула далеко вперед, говорят неонатологи. Если раньше врачи придерживались биологической закономерности, чем меньше возраст ребенка, тем выше уровень смертности, то сегодня многое зависит не только от веса, но и сопутствующих заболеваний, если таковые имеются. Из общего числа спасти удается больше половины крошек, однако положительная динамика не покрывает печальную статистику младенческой смертности. На сегодня за последние 8 месяцев случаев смерти грудничков и недоношенных зафиксировано 1627. Это на 30 больше, чем в прошлом году. В количественных соотношениях, показателях младенческой смертности, именно смертности детей до года у нас удерживается. У нас по оперативным данным это идет 15,7, что в прошлом году, что в этом году мы удерживаем эти показатели. В 10% из 160 тысяч родов у нас женщина рожает два раза в год в начале года, в конце года не удерживается промежутки, а этим самым идет индекс здоровья очень низкая и в случае материнской смертности именно в этой категории возможно. В печальной статистике сопутствует множество факторов. Одни мамочки не встают на учет и недополучают витаминов, другие не соблюдают интервалы между беременностью и родами. В стране отсутствует как таковой институт планирования семьи, говорят специалисты. В идеале готовиться к появлению малыша семейная пара должна заранее, за 3, а то и 6 месяцев до планируемого зачатия. В это время будущим родителям необходимо пройти обследование, сдать анализы на наличие инфекций, которые могут привести к заболеваниям новорожденных. К слову, самое большое количество смертельных случаев среди младенцев приходится именно на тех, чьи матери во время беременности и родов были носителями вирусных инфекций. Также причинами могут послужить удушье и кислородное голодание, врожденные аномалии развития и болезни органов дыхания. В некоторых случаях и отсутствие квалифицированной медицинской помощи. В нашей стране 55% причины – это перинатальные причины. Вторая причина, которая сегодня очень волнует – это врожденный порог развития. Врожденная патология новорожденных тоже связана с здоровьем матери. Причины, которые – инфекции, передающиеся половым путем, анемия, экстрагенитальные заболевания и другие состояния, которые тоже приводят к таким плачевным результатам. Между тем, по данным Международных организаций здравоохранения, отечественным медикам удается держать показатели младенческой смертности в относительной стабильности. По сравнению с некоторыми другими странами Центральной Азии, уровень этот достаточно низкий. Кыргызская республика смогла сократить уровень неонатальной смертности, несмотря на то, что она занимает не самый высокий уровень в плане валового национального продукта. Кыргызстан – вторая по списку страна среди тех государств, которым удалось достичь самых лучших результатов по сокращению показателей неонатальной смертности. Один из многих демографических факторов, по которым можно отследить уровень развития страны и рождаемости в ней – младенческая смертность, говорят специалисты. Высокий показатель смертельных случаев среди грудничков очевидно говорит о низком уровне как медицины, так и сознательности самих роженец. В нашей стране количество недоношенных малышей от общего количества новорожденных составляет 20%, в свою очередь 11 от этого числа – мертворожденные. Сабина Дамаскина, Нурбек Копаров, НТС.